Вечер добрый, уважаемые! Слушаете вы свое радио? Очень рассчитываю на то, что в постоянном и привычном для себя режиме Значит, вы все в курсе, что с 10... О, пардон, почему с 10? С 8 до 10 по будням, с понедельника по пятницу Программа «Живые», куда приходят живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседы беседуем, ну и, понятное дело, музыку их слушаем Сегодня здесь коллектив, которого я вообще не знал никогда И для меня это открытие, откровение сегодня будет Так что будем знакомиться, что называется, с белого чистого листа Очень надеюсь, что и вам понравится та музыка, которую они играют Есть у нас добрая традиция, сначала песня, после этого знакомимся После этого представляю вам музыкантов Ну и, понятное дело, начинается наше тихое течение по собеседованию Итак, как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Погнали! Здесь некому будет сном Белым, белым к тебе приду Белым, белым лучом в окно Сколько ему дано Мне уже все равно Но голос надежды вновь Машет своим крылом Падая вниз дождем И я опять вхожу в твой дом На моей луне На моей луне Я всегда один Разведу костер, посижу в тени на моей луне. Блеск этих волшебных глаз околдовал меня, будто бы в первый раз я их понимаю. Мою смерть я обниму рукой, и только с ней одной я поделюсь своей мечтой. На моей луне я всегда один, разведу костер, посижу в тени. На моей луне пропадаю я, сам себе король, сам себе судья. На моей луне я всегда один, разведу костер, посижу в тени. На моей луне я, сам себе король. Все же провокация вещь сильная, я тебе скажу. Народ тут же начал писать, это ж надо же, Семен и не знает такую группу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какие же вы наивные, друзья мои. Здесь сегодня дельфины, тут народ спрашивал сразу, это те, которые бывшие мертвые, да, они уже давно не мертвые. Группа называется «Дельфины». Дорогой, любимый, уважаемый, ценимый нами, безмерно, человечище сидит напротив меня сейчас и старается не улыбаться, чтобы сохранить серьезное лицо. Нет, я с радостью посмеюсь. Артур, саламов. Артур, дорогой, привет. Здравствуйте, мне рад тебя видеть. Рады безмерно. Спасибо большое. Больше года не виделись. Больше года, совершенно верно, да. Потому что уже тогда я кулаки держал, чтобы ты не останавливался, после возвращения на сцену, чтобы ты продолжал. А сегодня Артур меня обрадовал тем, что приготовил даже новиночки. Сегодня вы услышите совершенно новые песни. Она не просто новая, она прям из печи. Она как в солидоле еще, не целованная совершенно. Ты понимаешь, какая штука-то? На чеке он сказал, что их две, но второй он, второй куплет, не помнит. Я не помню второй куплет, правда. И поэтому два раза пою один и тот же. Это не очень хорошо. Поэтому сегодня будет совсем свежая только одна, но имейте в виду, что у ребят есть чем гордиться, есть чем хвастаться. Гитара Владимир Иванцов. Можно хотя бы один раз за эфир просто к микрофончику подойти, поздороваться с людьми. Всем привет. Молодец, у тебя хорошо получилось. Иван Дорохов, бас-гитара. Всем привет. Это тот, который не распространялся в прошлый раз по поводу своей личной жизни. Да, я понимаю, сейчас у него, видимо, можно об этом спросить, он готов будет распространяться, судя по всему. Год же прошел уже, повзрослел человек. Ну и человек, у которого, как обычно, в любом коллективе есть собственный микрофон эфирный, барабанщик коллектива Сергей Чевкасов. Привет. Всем привет. Вот, это и есть группа «Дельфины», с которыми мы сегодня, я уверен, проведем два совершенно потрясающих часа, потому что... Есть еще один у нас. Да, правильно. Представляй тогда давай. Это наш, 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 наш. Роман Кречетов. Директор коллектива, я так понимаю. А почему такие жидкие аплодисменты, я не понимаю. Это директор, это человек серьезный. Это не Химера вам какая-нибудь. Это директор коллектива «Дельфины». С этим не поспоришь. Здесь приходится, да, быть серьезным. Понятно. Но на эту мою реплику, я думаю, многие откликнутся, потому что группу Химера вы знаете. Посмотрите внимательно на это лицо, вы поймете, почему эта мысль вдруг неожиданно у меня родилась. Картинка есть, так что можно заглядывать. Давайте так, я сейчас сразу сообщаю, как с нами связываться, а дальше мы к этому уже не возвращаемся, потому как вы, наверное, запомните. 4647 — это короткий номер для ваших смс-ок. Это всем тем, кому удобнее смс-ки ссылать, например. Может быть, вы вне доступа серьезного интернета, и там маленькие кнопочки телефона неудобно. А вот с смс-ками проще. 4647 — сначала пишите свои, пробельте, а дальше все же хотели бы адресовать коллективу. Это могут быть вопросы, эмоции, впечатления, ну, в общем, все что угодно. Официальное сообщество своего радио ВКонтакте. Там тоже все просто. Заходите в официальное сообщество после слэша ВКОМ, да, после слэша своя радио Москва. Там вы видите уже анонс давненько выложенный. В анонсе название коллектива выделено синим. Надо пополнять группу. А синий — это значит активная ссылка, кликай на которую вы оказываете у них в сообществе. Чат, он есть и на сайте, и в видеокартинках. Сейчас объясню. Заходите на сайт своярадио.фм, там есть чат, в котором можно отписываться. В этом же, над этим чатом, чуть-чуть выше, плеер такой длинненький, онлайн-аудио слева, у него онлайн-видео справа. Кликаете на кнопочку онлайн-видео, она такая синяя, круглая. И тут же оказываетесь в картинке, которую нам представляет Планета.ру. Это чудная совершенно краудфайдинговая платформа, благодаря которой... Спасибо Планете.ру за наше слевое детство, это называется. Благодаря которой, собственно, много чего происходит в стране в музыкальном и творческом плане. Там же тоже есть чат, кроме картинки. И отписываться можно и там. Ну, в общем, обо всем сказал. Обо всех возможных с нами связях. Я вам как-то так уже поведал. Теперь давайте к делу. Ну, кто-то написал уже с таких хитов начинать, что же дальше-то будет. Ну, в общем, в принципе, я вас хотел предупредить, что у них, в общем-то, все песни роскошные. Те, которые известны, почему-то называются хитами. А есть те, которых, возможно, вы и не слышали, но они не меньшие хиты, я вас уверяю. Потому что Асаламов человек творческий, глубокий и очень требовательный к себе. Я знаю, я с тех пор, когда мы познакомились, понял, что здесь все очень тонко. На тоненького все, Артура, на тоненького. Если он понимает, что это не совсем то, что он хотел, он изъестся, изведется сам себе локти, отгрызет пальцы, отобьет, но добьет с того, чтобы это было так, как надо. Поэтому... Ой, продолжаем. Крылья уже растут на спине. Так это же правда. Уже хорошо пошло. Это же чистая правда. Это же чистая правда. Это на самом деле так. Давай мы вот что сделаем. Надо закрепить как-то успех. С радостью. Начтый. Что-нибудь споем сейчас, потому что трындил я много. Мы сейчас с радостью споем песню, которая, кстати, с твоей легкой руки была записана. Мы в прошлый раз, когда ее у тебя играли, ты ее отметил и сказал, что хотел бы ее в эфир. Мы обрадовались и записали ее. Это песня «Льды Антарктиды». Да, я на вратации своего радио, между прочим. Звучит. Давайте ее сыграем. Окей. Как всегда, живой звук в программе «Живые» и здесь сегодня «Дельфины». Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Белыми-белыми-белыми, странными-странными каплями. Льды Антарктиды растаяли, ты берегись, а то мало ли. Ночь свои мины расставила в звездный узор одеялами. Держи меня за руку, мы точно взлетим, а то мало ли. Улетай до зари. Улетай до зари. Улетай до зари. Сказки за книгами спрятались, зря мы на них все поставили. Держи меня за руку, мы точно взлетим, а то мало ли. Улетай до зари. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова — К сожалению, нет, потому что не было у нас тогда под рукой таких девайсов, которые бы оцифровывали аудиозапись. Это просто для меня было что-то из области фантастики в то время. — Так, значит, тут масса была всяких разных пометочек сделанных, но сейчас уже я потерялся, больно много сообщений. Сразу с хитов начали, ну и так далее. Народ, видишь, как реагирует ты на песни. Кстати, что касается года, который прошёл, да, вот с тех пор, когда мы виделись. Что за это время произошло? — Альбомчик, может быть, вышел. — Мы работаем над ним, это чистая правда, это не отмазка, мы над ним работаем. Мы прикупили парочку хороших девайсов для этого. — Теперь уже можно, да? — Да, то есть, да, что ещё? Детки выросли у меня на год. — Да ладно? — Да. — Мои остались на прежнем месте. — На год старше стали моей дочери. Сын стал на год старше. — То есть сын догоняй. — Да. — Так. — Что ещё? Постарели мы. — Да ладно? — На один год, правда. — Повзрослели давай-то. — Раньше были молодые, красивые, а сейчас просто красивые. — Год прошёл, а он уже себя состарил. Нельзя так. Нисколько не состарились, нисколько не постарели. — Курить бросил. — Вот. — Девятнадцатого сентября будет год и четыре месяца, как я без единой сигареты и без заменителей, и как бы смягчителей ситуации. Не курю вообще. — Молодец. — И похудел на пять килограмм. Это малозаметно, но это факт. — Ну, в смысле, сколько событий интересных произошло. Альбом-то когда готовишь к выпуску? — Очень бы хотели к Новому году, но, скорее всего, весна. — Весной. Уже, получается, следующего года теперь уже. — Да, да. — Ну, как я понимаю, песня, которую ты уже анонсировал, она из того самого нового альбома. — Да, она войдёт в новый, да. — То есть мы в некотором смысле будем за такой длительный период, пока выйдет альбом, первыми слушателями этой песни. — Чему я очень рад. — А как я рад? Ты себе не представляешь. Как же я-то рад. Валерий Захаров первый раз услышал группу по прямой трансляции фестиваля «Нашествие-2001» на федеральном телеканале. Вообще-то молодые группы не транслировали, но поехала сетка выступлений, и группу слышали миллионы телезрителей. Артур, помните ли вы это выступление, по сути, с него началась ваша всеобщая популярность? Смотри, какая штука интересная. Опять ты говоришь, совпадение ты никогда нигде не замечал, да? Вот человек пишет о том, что поплыла сетка, и совершенно случайно, по незапланированной какой-то схеме, вместо кого-то другого, кто должен был бы в это время быть показан, показали группу «Мертвые дельфины», тогда ещё «Мертвые дельфины». А говоришь, да у тебя вся жизнь из совпадения состоит, у тебя вся жизнь состоит из каких-то маленьких, казалось бы, неожиданностей. Всё, убедил. Ну, как же так? Да, я помню это выступление очень хорошо. Это, да, действительно был 2001 год, нашествие, надо отдать должное Михаилу Козыреву. Он сделал на себя такой смелый шаг, неизвестную никому группу, новую, молодую, совсем из сложного тогда горячего региона России, впустил, впустил в эфир, впустил на большую сцену, и это сработало. Я помню, у меня тогда были забинтованные кисти рук в такие синие пластичные бинты, с таким немножко боксёрским приколом. По-моему, неплохо сыграли. Хороший персонаж. Ну, я не знаю, я не видел, мне, в общем, судить сложно. Он есть в YouTube, это видео есть точно. Ну, всё, посмотрю теперь. Теперь я, когда увижу тебя с синими забинтованными руками, я пойму, что это оттуда. Да. Как раз та самая история. Про планету мы так тоже, конечно, поговорим, тут народ об этом спрашивает уже, это отдельная тема. Вот мне думается, что сейчас как раз можно было бы про концерты вспомнить, раз уж мы об этом заговорили. Завтра концерт, да? Завтра, да. В Бруклине? Рома. Роман. Так, Роман, почему-то... Подставляешь мне? Давай, давай, директор коллектива, давай, да, рассказывай. Ну да, ни для кого, наверное, не секрет, целый год группа «Дельфины» не давала концертов по ряду причин. Вот завтра у нас состоится большой концерт, мы всех на него приглашаем. 12 сентября, клуб «Бруклин» в 19.00 начало. Артур обещал несколько новых песен. Сегодня прозвучит одна, а завтра прозвучит две. Поэтому, пожалуйста, приходите, мы всех вас будем рады видеть. Угу. А еще какие-то концерты есть, кроме этого? А еще мы пока это все в тайне держим. Пока один, и на него все. Музыканты, которые держат в тайне свои концерты, это всегда забавная история. Хорошо, хорошо. Стоило бы поделиться с публикой. И как ты будешь выкручиваться? В общем, это очень-очень долгая история, которую я всем объясняю. То есть я жду предложений от организаторов. Все очень просто. А, все, тогда понятно. Меня сейчас, конечно, порадовался, Серега. Пока ты говорил, ну ты видел, да, встал, барабанщик коллектива, вышел, опустил микрофон второй, который мешает обзору. Редкий случай, когда барабанщику интересно смотреть на своих коллег. Редкий случай, я тебе скажу. Вечайший, чаще всего барабанщик это не надо. Семен, дело в том, что мы год не виделись друг с другом. Соскручились. Я понимаю, да. Все хорошо, тогда, может, еще ниже. Редкий случай, когда барабанщик талантливый. У нас как раз такой. Да, у вас все ребята хорошие. Не только барабанщик. Я так хочу сказать, что музыканты в «Дельфинах» замечательные. Без вопросов. Надо бы петь. И сейчас как раз вот даже без объявления. Давай. Я думаю, что даже объявлять не надо. Я хочу посмотреть на реакцию людей, которые по первым звукам, я убежден, поймут и узнают, что это за песня. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня «Дельфины». Поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Пальцы дрожали, это котики-наркотики Вместе иглы ломали, чтобы нас не кусали Эти котики-наркотики Дай нам то, чего у нас нет Дай нам то, чего нам не дали Может быть да, а может быть нет Мы так хотим, а значит пропали Набери полную воздуха грудь И попытайся за нами нырнуть Мы там одни, мы там не спим Нам там темно, мы так хотим Вены тихо стогнали Пальцы дрожали Это котики-наркотики Вместе иглы ломали, чтобы нас не кусали Эти котики-наркотики Эти котики-наркотики Эти маленькие иглы Эти маленькие руки Это атомные игры Это атомные моки На руках своих иглою Приговор себе ты пишешь Не издевайся над собою Тогда ты увидишь В маленьких капельках жидкости сны Город стоит из холодных огней Ну а над ним еле-еле видны Они и ты это трогать не смей Мертвых дельфинов танцующий крик Нас возвращает из царства теней Хочешь узнать Как прекрасны они Вспомни ушедших за ними людей Вены тихо стогнали Пальцы дрожали Это котики-наркотики Вместе иглы ломали Чтобы нас не кусали Эти котики-наркотики На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Вау! Хочу сказать спасибо сразу же По ходу того, что происходит Товарищ Филипп Триоликов Потому что он тут же выложил тот самый клип О котором шла речь Пока ты пел, я наблюдал за тобой 2001 года образца С синими забинтованными руками Но если бы ты не сказал, что это ты, я бы вряд ли признал Ты там гораздо светлее Ты там блондин Там просто блондин Больше никаких отличий А я уже просто, чтобы не смущать Ну да Сейчас побьют меня Шли годы, но это нормально Ты видел бы меня, ты в те годы Ты же понимал бы, что несколько все Изменилось в габаритах, но это нормально К сожалению, жизнь такая Надо сказать спасибо Обязательно это нужно сделать Я считаю Звукорежиссеру сегодняшнего эфира Звукорежиссеру программы Живые Михаилу Скоренкову Это 100% Аплодисменты Ну и, кроме того прочего Здесь Илья Тиняков просит передать привет Горячий привет концертному директору Роману Кречетову Я ему отвечаю уже Ну вот все Тогда я зря читал, извини Пускай в личку пишут Зачем сюда Константин Твердый спрашивает Это уставистанитель актерского образования Очень интересно поет Нету Так Да даже нечего ответить Нету Я, по-моему, в прошлый раз такой вопрос был Был, был И я говорил, что хотел бы попробовать себя в кино И ничего не изменилось Так в стадии хотел бы и осталось Никто не приглашал Мне было бы интересно какого-нибудь злодея сыграть Знаешь, как в том анекдоте Злыдня какого-нибудь Снова хочу в Париж Ты там уже бывал? Нет, уже хотел Уже хотел, да Значит, хотелось бы услышать от Артура воспоминания с 2000-х годов Что имеет в виду Павел Маховин, я не очень понимаю Все 2000-е вряд ли сейчас вспомнишь так, чтобы рассказать об этом Что имеет в виду Павел, расшифруйте, пожалуйста Собственно, как и у всех И плохой, и хороший Всякое было, как у всех Я ничем не отличался от нашей обычной массы Я выходец из самой обыкновенной рабочей семьи Никаких там куршавелей у меня точно не было подбога Все было очень просто Выживал, как и все, как мог Потому что с 2000-го по 2003-й ни о какой популярности речи не было Эти первые три года были сложные Как и все, пытался работать, пытался как-то жить Оплачевать жилье И так все очень скучно, и как у всех Ничего обычного Почему тебе все так скучно? Когда ты начинаешь рассматривать пристально Оказывается, там столько всего интересного, скучно у него Ты это, по-моему, просто прибеднеешься, Малек Ну, может быть Честно тебе скажу Я вот это слово не хотел употреблять Но, по-моему, да По-моему, есть такое Чуть-чуть, наверное, есть Чуть-чуть, да Чуть-чуть Вот что важно в данном контексте Из того, что уже произошло И из того, что произойдет еще в эфире сегодня Альбом мы будем ждать с нетерпением И я могу сказать, что та самая вот новая песня О которой шла речь Которая пока еще не записана В студийном варианте Мы сегодня ее будем писать здесь Прям так, вот, лайв Да Если ты нигде не собьешься в словах и текстах То, слава богу, ляжет она, прямо, что называется, ляжет как надо И с удовольствием мы в этой версии возьмем ее в премьеру Для того, чтобы ее слушали Отлично Новое нужно всегда Особенно от тех групп, которые Ну, в общем Давай так скажу Группа Дельфины, на мой взгляд Вот это моя точка зрения Сейчас ни в коем случае Не знаю, как это правильно сказать, да Я за себя сейчас Не за радиостанцию отвечаю Только за себя Чтобы ты не думал, что это какая-то такая Политика радиостанции Мне кажется, что Тебя от звания легендарной группы Отделяло совсем чуть-чуть Вот совсем немножко И уже сколько лет Юбилей какой будет у тебя, получается? В следующем году юбилей будет? Да, получается 20 лет? Да 20 лет Так вот, кажется мне, что этот юбилей надо привести как-то громко Как-то серьезно Как-то круто Сколько тут нюансов Сколько подводных всяких причиндалов Но в очереди-то своего радио мы это можем себе позволить А давай, да Так я к тому и веду Давай Давай договоримся о том, что юбилей мы встретим здесь И сделаем это красиво Посвятим, как одна модная радиостанция Целый день прям Я Группе дельфины От себя могу только гарантировать Что Если на тот момент Все будут живы, здоровы Дай бог Чтоб все было хорошо Независимо от того В каком статусе мы будем находиться Или в Плинтусовом Или на самом-самом верху Я гарантирую тебе, что этот день мы проведем здесь Так, как ты захочешь И так, как ты его распланируешь Спасибо тебе большое Ты сказал об этом на всю страну, имею ввиду Так А человек поясняет Я смотрел Осмотрел ли Артур фильм «Повелители эфиров», в котором звучит песня «На моей луне» Ну, конечно, смотрел же, да? Нет И вокруг нее история некоторая обыграна Я посмотрел только отрывок Как раз вот там, где она играется И где парень, который по фильму эту песню поет Который, как бы, да То есть вот он, исполнитель этой песни Он там, по-моему, с балкона спрыгивает Что-то такое Там, конечно, трагичная сцена Это я видел Весь фильм нет, не смотрел Ну, хотя бы знаешь, что его существует Конечно, да Мне подарили диск Все как надо Песню-то официально просили Так что тут, да, без вопросов Диск тебе подарили? Диск подарили, да А фильм ты не смотрел? Фильм не смотрел Принципиально? Нет, я... Я балбес Понятно, что интересовало Павла Когда он говорил о двухтысячных Он имел в виду концертная жизнь того времени Ну, Павел, если вы можете Как-то конкретизируйте В любом случае, как мне кажется, так вспоминать Если концертная, то концерты начались с 2003-го После того, как в эфире нашего радио Мы появились Михаил Козырев дал зеленый свет Как минимум одной нашей песни На моей луне И как-то группу стали узнавать Мы стали более-менее там на слуху Концерты пошли с 2003-го Мы так более-менее так чуть-чуть Где-то играли, где-то не играли По-разному Ну, ответ ты дал Я думаю, что этот ответ Человек должен был бы удовлетворить Но он же наверняка будет конкретизировать Потому что, да Расскажите, пожалуйста, о концертной жизни Вашей двухтысячных годов Ну, мы играли, не играли концерты Но, в общем, все хорошо Да А если вы, дорогой мой Я сейчас обращаюсь к тому слушателю, который интересуется Хотите что-то конкретное услышать Вы как-то конкретно задавайте вопрос Потому что на вопрос «да» Можно ответить коротко «нет» И это будет честный ответ На абсолютно непонятно заданный вопрос Давай пейте Давай Давай, что это будет? Это будет любовь в метро Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня дельфины Погнали Стучат виски Кипит нутро Я пытаюсь встретить Любовь в метро Виноваты Эй Мои гормоны Не живет любовь в метро Там только шумные вагоны И сухие лица И грубые жесты И перспектива И перспектива Сесть в нагре Тое бомжами место Мне никто не скажет I love you Человечество занято Борьбою с перхотью Мне никто не скажет I love you Человечество занято Борьбою с перхотью Я сижу На ступеньках эскалатора Он глотает наши следы Словно пасть аллигатора Бесконечность ступеней Сомневается кто-то Но я Разгадал его секрет Секрет круговорота Кипит нутро Стучат виски Я готов у первой встречной Попросить руки Виноваты Эй Мои гормоны Не живет любовь в метро Там только грязные вагоны И сухие лица И грубые жесты И перспектива Сесть в нагретое бомжами место Мне никто не скажет I love you Человечество занято Борьбою с перхотью Мне никто не скажет I love you Человечество занято Борьбою с перхотью 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 Это всегда почему-то вызывают улыбку у людей Или отвращение Или отвращение Вот в этот микрофон лучше говори Да Я просто вспомнил Когда слышал эту песню Вспомнил ролик Модным он был Не помню Где-то в начале 2000-х По-моему в нулевых годах Молодой человек Блондин Играл перхоть В этом самом ролике Беняга Да И его смывало водой в раковину Как же ему подфартило-то Ну у нас в рекламе много кто кого играет на самом деле И я тогда подумал Это же как он потом детям-то своим будет рассказывать Я играл перхоть Помнится в одном из роликов Не помню какой Ну скорее всего этот Шолдерс Который Хэдден Потому что мощный какой-то был брон Но слышно где еще его играть Да действительно А потом вдруг я услышал эту песню И подумал что обычно это вызывает некую улыбку А в этом тексте Совершенно не хочется улыбаться Потому что здесь действительно все Очень глубоко и серьезно Народ Вот смотри какая Потрясающий голос Пишет Анна Кормишева Которая не знала до сих пор О существовании группы Дельфины Спасибо приятно Для Анны как минимум Мы сегодня делаем открытие А вот Георгий Калинин пишет А передать привет Иришке Которая первый раз слышит группу Дельфины Сидит со мной рядышком Ей очень нравится голос солиста В общем не поиграть мне сегодня за компьютером Вот еще человек Который не знал группу Привет Иришка Вот да И привет Пели уже песню на моей луне Данил Мустафин пришел поздно Пели 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 Мы ее как визитку всем в эфире раздали В самом начале Но в принципе еще надеюсь что-то интересное у нас еще будет И не раз В этом эфире кстати Я не надеюсь я верю в этот свет Что обязательно все это будет Скажи пожалуйста Вот если сейчас допустим Ну чуть отрешиться от того что Что происходит в этом мире И никоим образом не хочется конечно никуда углубляться Но как минимум каждый человек так и так Вот я сегодня кстати бродил там Пока размышлял для себя Вот для чего человек живет Да смысл жизни это такой вопрос Который мы задаем себе неоднократно Особенно когда взрослеем Но человек по сути дела Живет ради того чтобы Добиваться какого-то результата Да Добиваться каких-то Ну как мне кажется Реализации каких-то своих амбиций возможно И каких-то своих идей Но когда оглядываешься чуточку назад Ты понимаешь что Ради того чтобы чего-то добиваться Тебе нужно за это платить Нужны бабки Чтобы были бабки В нашем мире в котором мы живем да Чтобы были бабки Нужно за все платить Это правда Просто иметь какие-то идеи И какие-то замечательные возможно перспективные ходы Мало Надо чтобы тебе эти бабки кто-то принес И таким образом вся наша жизнь Черт тебя задери Она превращается в тупую борьбу За бабки Да Вот как раз то самая борьба с перхотью И куда нам деться то Вот в этой песне ты между прочим Даже того самого возможно не понимая Ответил на многие вопросы Для меня в том числе Люди так и будут заниматься борьбой с перхотью Всю свою жизнь И ждать этого самого Хоть кто-нибудь скажет мне что я тебя люблю И никто никому не скажет Нет кто-то скажет Но главное чтобы в этом искренность была А не желание И вовремя И вовремя Да Что-то в философию ушли Ему в перхотную не надо Давай назад Давай назад Да Все как-то спокойно относилось к группе Пишет Юлия Усова Вот как-то спокойно относилось к группе Уже хорошо Какие-то песни слышала Но к поклонницам себя И не причисляю И сейчас тоже Но как-то услышала по радио Любовь в метро Не успела посмотреть исполнительно сразу Дома в плейлисте Нашла песню И очень удивилась Узнав что это дельфины Попала в настроение И очень зацепила И вторая любимая песня Льды Антарктиды Обе уже прозвучали Пишет Довольная Юлия Усова Юля приятно Вы все равно не покидайте нас Может еще что-нибудь понравится Мы еще сыграемся Обязательно Что-нибудь появится А как ты кстати Относишься к тем людям Которым не нравится Твое творчество Очень хорошо Они не обязаны Любить мое творчество Не обязаны? Нет конечно Но все равно Каждый музыка Я знаю Я знаю много людей Которым там Ну Битлз не нравится Там Радиохэд Там или еще что-то То есть имена Юту не нравится Вот у нас Вова например Далеко не особо Их так как бы жалует Зря ты это сказал сейчас А имена-то какие То есть это нормально А уж то что про меня Ты что говорите Если с такими именами Такие разборки Что со мной Это вообще ноль проблем А что ты себя так принижаешь? Ну я же не Юту А кто тебе сказал Что ты не Юту Ты дельфин Мы Ну ты один из нов Почему собственно говоря Ты должен быть Юту Ну я имел ввиду Не качество музыки Не тот уровень? Да Имел популярность А как определить этот уровень? Собираешь стадион Или не собираешь стадион? По-моему Очень просто здесь Я сейчас языком директора Света из Иванова Собирает стадионы Да? А кто это? Света из Иванова Не знаешь что такое Света из Иванова? Нет правда не знаю Да ты шо? Ну это шутка или прям Да ты шо? Ты просто не знаешь Ты просто не знаешь, ты просто отрешён немножко от жизни. Но девушка Света из Иванова, такой персонаж есть телевизионный, которая популярнее для многих, знаешь, чем Ютуб, всерьёз. Но это же не значит, что это хорошо. Это же не значит, что это качественно. Ну, для тех, кто собирается на стадионы, наверное, это хорошо и качественно. Поэтому не надо. Ты остаёшься тем, кто ты есть, ты остаёшься Артуром Максаламом. Я имел в виду именно вот, ну, ты понял, то есть популярность. Я понял, но не хочу поддерживать. Хорошо, ладно. Рита Аниська спрашивает здесь, кстати, в чате, это чат на планете. Артур, а почему ты на последнем концерте в Смоленске был такой злой и не доиграл концерт до конца, спрашивает Рита? Такое было у нас один раз. Ты думал, что не попадутся среди аудитории те, кто был в Смоленске на концерте? Нет, такое было один раз. И, надеюсь, последний. И мы приедем в Смоленск. Я извинюсь перед ребятами, которые придут на концерт, перед всеми за это. Действительно, меня здорово взбесили, очень разозлили конкретно. Но потом, когда выяснилось, кто и как это делал и почему, это просто в анекдот можно. Это делал наш директор. Громо кричит. Из-за тебя он прекратил петь, что ли? Он начал с зала кричать какие-то шутки, а это не терплю, хамство. А я не знал, что он меня просто разыгрывает и приказывает. Я буду защищаться сейчас. Вот, я договорил, буду защищаться, да. Я не знал, что он меня... Я думал, действительно, пришел на концерт хам и начал какие-то... А я это не терплю, я могу как бы и в репу дать. И я, ну, человека заткнул. Его? Да, но я не видел же. Мне все светит в глаза, я не вижу ни лиц, ничего. Я не знаю, кто я. Голос не узнал, у него картавить начал. И я... А все, настроения уже нет. Так что концерт, ребята, в Смоленске сорвал ваш смолянин, Рома Кречетов. К нему все вопросы. Директор коллектива, собственно говоря. Все это неправда в Раке. И вообще не слушайте его, это все неправда. На самом деле был очень сложный тур. И мы все очень устали. И все были в напряжении. Поэтому я не считаю, что концерт пришел не полностью, не сыграли буквально там 2-3 песни. Ну, я думаю, можно было это простить. В моей версии, поверят все, она красивее. Александра Аламова. А как правильно пишется ваша фамилия по звучанию? Мы почти однофамильцы. Она Аламова, а ты Ацаламова. Я могу прям... В немецком языке есть такое понятие бухтабирен. То есть проговорить по буквам. А, заглавное, потом С, цапля. А, потом А5А, потом Л, потом А5А, потом М, потом О, потом В. А, ЦА, ЛА, МОВ. Ответил он Александре АЛАМОВОЙ. А большая, Л любовь. Да. Ну да, почти-почти, очень близко. И Артур его зовут, так, на всякий случай, не Артура, а Артур. Чтобы тоже не путали с ударениями. Давай-ка, наверное, попоем. Времечко-то поджимает. Давай. Что это будет? Песня «Рак». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня дельфины, хотел сказать с раком, песня «Рак». Выпей из моих ладоней сухой воды. Вдыхай и выдыхай зловонья, дурман травы. Накрой меня одеялом детских голосов. Я способен на безумие, я не здоров. Светит луна, в небе одна. Последний раз пускай меня обнимут. Сухие листья сильно обгоревших веток. Они поймут меня, значит, не отнимут. Надежду на спасение зараженных клеток. Я распадаюсь на сузке, прогнившей плоти. Душа молчит, окутанная белым мраком. Я птица без крыла, мечтая о полете. Вдруг насмерть разобьюсь. Я зараженный раком. И я похож на сухой, умирающий цветок. Во мне тот, кто живет за мой счет, роковой росток. Накрой меня одеялом детских голосов. И я способен на безумие, я не здоров. Светит луна, в небе одна. Не для меня светит она. И последний раз, пускай, меня обнимут. Сухие листья сильно обгоревших веток. Они поймут меня, значит, не отнимут. Надежду на спасение зараженных клеток. Я распадаюсь на куски прогнившей плоти. Душа молчит, окутанная белым мраком. Я птица без крыла, мечтая о полете. Вдруг насмерть разобьюсь. Я зараженный раком. Последний раз, пускай, меня обнимут. Сухие листья сильно обгоревших веток. Они поймут меня, значит, не отнимут. Надежду на спасение зараженных клеток. Я распадаюсь на куски прогнившей плоти. Душа молчит, окутанная белым мраком. Я птица без крыла, мечтая о полете. Вдруг насмерть разобьюсь. Я зараженный раком. Опять, ну, прямо скажем, тема непростая, которую ты берешь для того, чтобы вокруг этого создать целое творческое, культурное, я бы сказал, наследие. Знаешь, вот микрофончик только не забудь, пожалуйста, поменять. Да, потому что в этой песне я сейчас слышу, слышу не просто глубину, я слышу ту самую кричащую глубину, о которой многие мечтают в своих песнях. Но у них это не получается. Удивительно, конечно. Очень тексты сильные, красивая музыка. Это сейчас пишет Ирина Тарасова. И совершенно верно. Я, кстати, сказать к ней даже не знаю, кто это, но одна из наших слушательниц. Но, тем не менее, к ней готов прислушиваться, потому что слова верные. Иначе, в общем-то, наверное, вас бы здесь и не было, ребята, если бы вы не были таким. Но другое дело, как душа откликается, как душа реагирует. Я сейчас хочу немножко эту сложную тему. А сколько по времени будет песня, которую вы сейчас закроете сейчас? Ну, примерно. Три минуты, четыре, ну так, чтобы я как-то ориентировался. Три с половиной. Окей, я тогда просто, чтобы песни закончить, на перерывчик уйти, уже час закончился практически. Надо еще кое о чем из твоей жизни, из твоей биографии коротко, но емко рассказать. Ты же геймер. Да, до сих пор и буду всегда. Я фанат компьютерных. Ты же официальный игрок. Да, я играю. На официальном сайте. Да. Я уже 10 лет играю в World of Warcraft. Добился таких результатов сегодня? Ну, первые, наверное, четыре года я играл серьезно, можно сказать, профессионально. У нас была гильдия с хорошим прогрессом, мы были топ-3 на сервере. Вот, сейчас я играю в слаг-режиме, очень казувальном. Наверное, больше времени уделяю другой игре, EverOnline. Это такая классная игра. Вот, в нее я играю три года, но в Warcraft я не забыл, я играю в нее. Вот, поигрываю. Ну, и плюс парочка браузерных игрушек там. А, то есть это еще тоже не все? Нет, я геймер, все. Я, когда мы, когда женились с женой, на берегу, я договорился до свадьбы. Я сказал, я играю в компьютерные игры. Святое не трогать. Так. И вот сколько, уже 6 лет не лезет ко мне. Если я играю, да, вообще не трогает, молодец. А она тебе ничем не ответила? А я вышиваю крестиком, чтобы больше. Нет, она сказала, мне все равно, лишь бы дома был. Кстати, ты же играешь дома. Конечно. На виду, на глазах. В общем, удобная история, вполне нормально. В паре нормально договорились. Значит, Ирина Тарасова, я не дочитал просто ее сообщение. Очень сильный текст, красивая музыка. Спасибо вам за классный эфир. Пусть муза всегда будет на вашей стороне. Я бы сказал, пусть муза всегда сидит на твоем плече. Она должна быть рядышком. Музу надо подкармливать, и она тогда будет подкармливать тебя. Это очень важно, чтобы муза посещала. Посещала периодически. А, кстати, как она тебя посещает обычно? Например, ночью, днем, утром, вечером, зимой, летом? Она странная, мамзель, по-разному. Когда ей захочется. Накрывает. В любой момент. Не стучится в дверь, не звонит. И уходит, зараза, не попрощается. Не назначает встречи. Вот когда захотела, тогда и пришла. Ладненько. Как называется эта песня, которая сейчас будет? Песня называется «Завтра я буду там». Окей, после этой песни мы ненадолго прервемся, а уже после этого перерывка вернемся. Кстати, маленькая, буквально вот здесь, пока у тебя чекались перед эфиром, кто-то из ребят придумал «Завтрак, завтрак, я буду там». Слоган для Макдоналдс. Решили продать им рекламу. Надо предложить. Как всегда, живые звуки в программе «Живые дельфины» сегодня здесь, а завтрак, он будет там. Погнали. Макдоналдс. Завтра я буду там, зачем же ты плачешь? Можно иначе. Завтра я буду там, не плачь, не плачь, I love you so much. Завтра я буду там, зачем же ты плачешь? Можно иначе. Завтра я буду там. Завтра я буду там. Как там пелось? Рома, напоминай, спасай, директор, ситуацию. Макдоналдс. Поехали. Завтра я буду там, зачем же ты плачешь? Можно иначе. Завтра я буду там, не плачь, не плачь, I love you so much. Завтра я буду там, зачем же ты плачешь? Можно иначе. Завтра я буду там, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь. Завтра я буду там, зачем же ты плачешь? Можно иначе. Завтра я буду там, не плачь, не плачь, I love you so much. Завтра я буду там, зачем же ты плачешь? Можно иначе. Завтра я буду там. Вот так вот. Ну что ж, продолжим. Пауза была достаточно долгая, поэтому надо, наверное, сейчас не откладываем. В долгий ящик сыграть что-нибудь бы сразу бы, было бы хорошо бы, если бы все музыканты коллектива под названием Дельфины были бы сейчас на месте в студии. Судя по всему, подзаблудились они у нас на территории. Кстати, когда я сказал тебе про вот эту вот девочку из Иваново, персонажа, я понял, почему ты ее не знаешь. Ты же живешь не в России, правильно? Да, сейчас не в России, да. Ты живешь в Германии? Да, я живу в Германии. Уже давно? Со всей семьей. Уже давно? Четыре года. Четыре года. А почему так? Жена оттуда. Она немка? Да, русская немка. Русская немка. То есть ты ради жены уехал? Да. Не она сюда, а ты к ней? Женились мы здесь. После свадьбы где-то года через полтора только я уехал. Не сразу хотел, но потом, да, уехал. А как ты тогда умудряешься репетировать с ребятами? Как ты умудряешься поддерживать полную творческую связь? Легко могу тебе сказать. И последняя песня это как бы все-все-все показала. Как мы умудряемся репетировать? За два дня до концерта. Один раз в году. Ну ничего, ничего, ничего. В любом случае аудитория, как минимум, я знаю это по некоторым людям, обожает такие казусы. Потому что это всегда говорит о том, что это чисто живой звук, настоящее живое звучание, никаких подстав. Ну забыл. Ну что, бывает. Не ты единственный, кстати, кто забывает тексты своих песен. Что, готово? Да. Все. Нет? Готово? Нет? Да. Акселератка калибри. Так называется песня. Песня называется Акселератка калибри. Интересно посмотреть на крупнокалиберную калибри. Как всегда, живой звук. В программе «Живые дельфины» здесь сегодня. Поехали. Лети домой. Я нажарю тебе котлет. Лети на свет. Он горит в одиноком окне. Лети ко мне. Никого дома нет. Акселератка калибри. Отрапилась моим нектаром и влипла. И я опять не спешу ей сказать британское лавел. Она для куража красит волосы жареным кофе. Акселератка калибри. Акселератка калибри. Акселератка калибри. Отрапилась моим нектаром и влипла. Эта музыка слишком сложна. На ней в ее вкусе. Подарю ей на ночь консервы снов В томатном соусе. Акселератка калибри. Акселератка калибри. Лети домой. Лети домой. Какие же все-таки образы, сложно сочиненные в твоих текстах, в твоих песнях. Сам по себе вариант акселератки калибри – это уже не совсем нормальное мышление. Ну, а бегемоты и все-все прочие. Скажи, пожалуйста, ну, давай так. Это тоже важно, возможно, тем, кто слушает сегодня впервые и не знает о группе, о тебе. Какое у тебя образование? – Высшее неполное, экономическое. – Экономическое? – Да, я не закончил. Три года отучился и все. – Ну, это все, да? – Да. – Музыкального никакого? – Нет, никакого. – Все, что касается вокала, все, что касается твоих возможностей голосовых, это все матушка природы, что называется. – Да, спасибо ей огромное. – У ребят твоих, у музыкантов, они могут сами, конечно, сказать об этом, есть музыкальное профессиональное образование или тоже все самоучки. Ну, давайте, давайте. – Да, у меня есть музыкальное образование, я закончил школу музыкальную, я институт культуры в Хабаровске. – Ты из Хабаровска? – Да. – Так. – Такая история. – Сейчас посмотрим, кто, откуда. Это, кстати, интересно такое. Иван? – Да, у меня есть музыкальное образование, музыкальная школа в Москве имени Гильяра номер 7. – Москвич. – Но, правда, на… – На чистом сливочном масле воспитанный. – Не факт. – Ага. – Ну, правда, учился я на классической гитаре, а бас осваивал самостоятельно путем проб и ошибок. – Понятно. Сергей остался. – Да, у меня тоже есть образование. В Ростове учился. – То есть я один неуч в группе. – Я тоже. – Парни. – Что заканчивал? – Ростовское музыкальное училище. – На барабанах? – Да, класс ударный. – Вот конкретно профессиональный барабанщик. То есть получается, ты один неуч. – Я неуч, да, у меня вот новый комплекс появился. – Но что интересно, неуч живет в Германии, вы понимаете, а люди с профессиональным музыкальным образованием как-то так прозябаются в Москве. – Я их зову. Я работаю над этим. – Значит, Ростов, Хабаровск, Москва. Это вот такая география твоих музыкантов. – Да. – А вообще группа родилась в Ингушетии? – Да. – Изначально. – Да. – То есть получается, так опустил, правильно, правильно, да, мешает микрофон, он не видит своих товарищей. Из Ростова долго ехать. – Ну, смотри, вот. – На всех посмотреть, да. – В принципе, первые шаги были в Грозном, в военном Грозном. А так, чтобы это уже был коллектив, чтобы это была группа, случилось это в Ингушетии, когда мне уже удалось выехать из Чечни. Я приехал в соседнюю республику, в Ингушетию. Там меня приняли, я нашел там друзей. И вот, в принципе, с этими друзьями, могу назвать их имена, фамилии, мы до сих пор общаемся. – Конечно, назови. – Это был гитарист Куштоф Амир, это был бас-гитарист Ахильгов Калой, и это был барабанщик Булгучев Аслан. Вот этим составом мы собрали группу, и вот название «Мёртвые дельфины» появилось уже там, там оно у меня придумалось. И, в принципе, вот «Котики-наркотики», «Мёртвый город» мы тогда уже пробовали играть. То есть первый состав такой вот, чтобы это был живой звук, он был в Ингушетии, да. – Опять же, для тех, кто мало знаком с творчеством и историей группы, я думаю, будет, хоть это и горько, но будет полезно узнать о том, что и гитарист, и басист коллектива… – Это уже другие. – Ну, неважно, я сейчас говорю по сути, да, почему группа перестала называться «Мёртвые дельфины», потому что это стало давлеть. – Ушли из жизни басист коллектива, пардон, гитарист, да, он гитаристом был? – Бас-гитаристом был Александр Помараев, и барабанщиком был Золотухин Сергей. – Да, и вот после этого группа на какое-то время перестала работать, существовать, скажем так, а потом, я так понимаю, Артуру пришла мысль, что, в общем, надо с этим как-то прошлым попрощаться, и слово «Мёртвое» из названия ушло. Хотя все сети социальные, в том числе, сейчас заполнены старым названием. – Не только мне, я бы даже сказал, что по совету очень многих, очень долгое время близкие люди, включая Рому, тоже говорили, что, ну, в итоге нашли компромисс, мы не стали менять название кардинально, и, в принципе, от «Мёртвые дельфины» я не отказывался, не откажусь никогда, просто перестали утрировать, убрали прилагательные ни живых, ни мёртвых, просто мёртвые, просто дельфины. А старые фанаты, старый слушатель, который знает нас с тех времён, ну, для них вопросов вообще никаких нет, они прекрасно знают хуисху. – Очень сильные тексты и красивая музыка, космическая просто музыка, слов нет подходящих, чтобы всё это в полной мере выразить. Давно хотел услышать ребят, спасибо огромное за творчество, желаю жизненных сил, чтобы оставаться всегда такими же потрясающими. Альяна Рулина пишет. А вот Анастасия Демидова. «Добрый вечер, являюсь огромным фанатом вашего творчества, была на концерте в Волгограде в том году, и порой играю ваши песни, ну, те, на которые нахожу аккорды, слух мой не идеален. Хочу попросить вас выложить куда-нибудь аккорды некоторых песен, ибо на просторах интернета найти у меня их не получилось, такие вот, как, например, «Мать» или тот же «Рак», или даже «Разборы», как вы делали на YouTube, было бы замечательно. И, конечно же, приезжать снова в Волгоград, посетить Москву проблематично. А концерт был шикарным, поболтать с кумиром не всегда удается, а я даже комплимент получил. С нетерпением буду ждать встречи с вами снова, чтобы услышать ваши прекрасные произведения, подпеть и просто поболтать Анастасии Демидову». Спасибо. В Волгограде нам действительно очень понравилось, и концерт действительно был классный, очень теплый концерт. Хороший такой, хороший, настоящий был концерт. Вот так должны проходить рок-концерты, как там было. Очень здорово было. Я не знаю. Мы надеемся, очень надеемся, мы обязательно приедем. Что касается песен, как их играть и так далее. Я пару лет назад, ну, может быть, года два-три назад пробовал делать несколько видео, два или три видео, как играть наши песни для чайников, такие же, как и я. Без образования, как мы уже выяснили, да. Как их играть на гитаре. Я сам сидел, объяснял, показывал, и видео эти имели спрос. И вот три года спустя я решил, все-таки, нам надо продолжить и выложить еще парочку обучающих видео. Да, да. Люди захотят. Я этим займусь. Обязательно. Детки чуть-чуть выросли, мне стало чуть полегче. Маме нет, а мне да. Вот. Поэтому время появилось. Так что могу этим заняться снова. Вот сейчас прочитаю еще одно сообщение с смс-портала, а потом споем. Сейчас не та ли самая песня, которая новая, новая, новая будет? Нет. Она будет через одну. Через одну. Окей, окей. Ждем, интрига висит. Значит, читаю, что несколько сообщений любопытных. Вот одно сейчас прочитаю. Артур и Романа. Салям алейкум. Ва алейкум асалам. Я всегда почти, я сегодня почти выехал в Москву, но, к сожалению, так и не удастся мне попасть на концерт. Это Адам из Ростова, ну или из Грозного. Надеюсь, не забыли историю про Сидика, маленького слушателя дельфинов. Спасибо своему радио за эту прекрасную возможность просмотреть на МД дома. МД все-таки до сих пор остается. Кстати, Артур, ты удалил меня из друзей ВКонтакте. Да, насчет этого, не я удалил друзей, я как-то зашел буквально на днях в свой аккаунт, а у меня вообще там ноль друзей, а было что-то около трех тысяч, так что это не моя, я не знаю, кто это сделал. Был глюк контакта не так, да. Возможно, меня взламывали даже, если кому-то приходили там странные сообщения. Ребята, это не я, я, конечно, тот еще чудик, но не настолько. Чушь людям не отправляют. Так что, если вдруг кто-то там что-то такое обнаружил с моего аккаунта, это точно. Ну, это, по-моему, история уже не первичная, это сплошь и рядом аккаунты взламывают и чудят. Ну да, не так давно был какой-то большой глюк ВКонтакте, у меня, например, все фотографии из альбомов поисчезали, что в группе, что на личной страничке, там долгое время не могли войти, но, возможно, это как раз та самая история. Надо петь, надо петь дальше. Что это будет? Давай. Я написал после этого, написал в техподдержку ВКонтакте, чтобы сделать свою страницу официальной, чтобы точно люди знали, что попали не на фейк. И на что мне ответили, нет, извините, мы делаем официальными страниц только известных людей. И все. Я так скромно закрыл браузер и забыл об этом. И все. Давайте испоем, друзья мои. Что это будет? Это будет песня старая, но верная. Вампиры. Как всегда, живут в программе «Живые». Здесь сегодня дельфины. Поехали. Полночь на небе, полная луна, значит, нам давно уже пора. Острыми зубами доиграться до утра. Слабый-слабый стон, тихий-тихий шаг. Это страшный сон, он ни друг, ни враг. И попробуй сделать что-нибудь не так. Нарисованные лица с очень острыми клыками в старых замках, на кантинах смотрят на нас. Они нас так сильно любят, они ночью нас поклубят. Ты в ответ ему улыбайся в последний раз. Крики тишины, шепот темноты, когти на стекле больше не видны. Там одних лишь пальцев окровавленных следы. Научись во сне быстро убегать, так, чтобы не дать им себя догнать. Ну а если сможешь, то совсем не спать. Нарисованные лица с очень острыми клыками В старых замках на картинах смотрят на нас. Они нас так сильно любят, они ночью нас поклубят. Ты в ответ ему и пояснял последний раз. Нарисованные лица с очень острыми клыками С очень острыми клыками в старых замках, на картинах смотрят на нас. Они нас так сильно любят, они ночью нас поклубят. Ты в ответ ему улыбайся в последний раз. Сам собой доволен, это редкий случай. Песня, по-моему, удалась, хорошо спели. Очень круто, нет, вопросов нет. Я редко такое говорю про очень-очень, по-моему, хорошо сыгрались. И остальное тоже, вопрос в другом. Я редко вижу тебя счастливым, аплодирующим сам себе. Нет, я вам аплодировал. Нам зачем? Музыкантам, в смысле. Нет, это правда очень здорово, круто. Я вот сейчас прочитаю сообщение, пока ты пел, я обнаружил одно очень любопытное сообщение. Мне думают, что вот такого рода вещи происходят в жизни тоже не со всеми, на самом деле. Опять же, возвращаясь к твоей вере во всякие символы и во всякие совпадения. Эдик Снегов, человек зовется так, навеяла тема про 2003 год. Помню, как впервые услышал группу, дело было в славном городе Туле, в 2004 или 2005 году. И был у меня тогда хороший друг Паш Сальков. Паша, если слушаешь привет из Коломны. Так вот, Паша был всегда фанатом прямой бочки, техно, ну и прочего дэнса. И тут на его тогда новейшем модном телефоне, хрипящим рингтоном на моей луне. Хрипящим, так как в то время MP3 на телефонах не особо водилось, модники, в кавычках, изгалялись как могли. Это произвело огромный фурор в нашей компании. Это была первая рок-команда, которую Пашин Техномозг смог воспринимать. И на следующий день вся наша большая компания слушала альбом мертвых дельфинов. А через эту группу у многих из тех людей появился вкус к хорошей живой музыке. Ну, очень приятно. Спасибо. По-моему, это не просто признание людей. По-моему, это не просто слова. По-моему, это дело большое очень. Рома, что мы такие бедные, я не могу понять. Это вопрос директору группы. Кстати, Мэн в чате на планете написал следующее. Точно, точно, пишет Мэн, мертвые дельфины. А я-то думаю, что ж песни-то такие знакомые. Название группы дельфины ни с чем не ассоциируется, кроме как с группой дельфин. А как вспомнили про оригинальное название МД, то все встало на свои места. То есть МД это оригинальное название. Да, сокращение. Ты понимаешь, МД это оригинальное. Мини-диск. Мини-диск. Да, ребята, называются они теперь дельфины после определенных событий в жизни коллектива. Еще, ну, два, давай, зачитаю сообщения из смс-портала 4647. Свои пробелы, а дальше все, что хотели бы сказать. Артур, ну, как фраза строится. Ну, почему Артур? Мы любим тебя, несмотря ни на что. Вау. Звучит как приговор. Да, ты же говоришь. Ну, спасибо. Забытые куплеты, все это ботва. Искренние эмоции, вот что главное. Спасибо большое. Спасибо. Я рад, что вы нам все это простили. И вот вопрос, причем вопрос глубоко философский такой вопрос. Ну-ка. Артур, а в какие моменты ты понимаешь, что живешь, а не существуешь? Ух ты. Вау. Да, здорово. Так, ну-ка. Ну, может быть, она детей, когда целую своих, обнимаю дочерей, играю с ними в эти моменты. В игры компьютерные, когда играю, тоже бываю счастлив. Да. Так. Чувствую, что живешь. Когда кушаю что-нибудь вкусное, тоже нравится. Я считаю, это величайшее наслаждение по употреблению еды. Я могу вкусно даже просто хлебушек покушать. Ну, судя по ролику, который с фестивалем нашествия, да. Да. Потом что еще? Вот сегодня я испытывал счастье и был... Я чувствовал, что когда у нас получился хит. Я вот у нас на репетиции сегодня родилась концепция. Вот мы просто взяли, я начал петь, ребята вот хватили, и все получилось. Был счастлив. Сегодня. Вот такие моменты, да, сегодня. Новая песня. Да. Которая сегодня, конечно, не прозвучит еще. Одна из прозвучит. Почему? Нет, нет, нет. Ну, сегодня же ты же говоришь, одну песню вы новую для себя открыли. Кока Шанель мы тоже сегодня делали. Ах, это тоже... Конечно. Так это не просто премьера, а совсем свежая. Я же и говорил, она прям как пирожок вся новая в упаковке, в солидоле, не целованная, из печки. Пирожок в солидоле не очень вкусно. Зато как звучит. Но звучит, да, звучит круто, это правда. То есть сейчас мы будем слушать именно вот эту песню. Да, да. Кока Шанель. Ну, вот такого совсем свежака у нас давно не было, когда песня написана, что сегодня днем практически. Утром в куплете, вечером в газете, да? Сегодня днем мы на репетиции, перед тем, как приехать к тебе, мы ее аранжировали. То есть мы ей сделали, ну, как у камня должна же быть... Агранжировали. Да, вот мы все это сделали и, собственно, упаковочку там все сделали. Спасибо тебе большое. Ребят, спасибо вам за то, что вы сейчас будете делать. Потому что это риск, я понимаю. Да. Ух ты. Я даже на гитаре поедаю. Артур даже гитарку взял. Да. Ну, это уж совсем эксклюзивная история. Подожди, а... Мы присутствуем, мы сейчас практически... Все, я песню перепутал. Следующая гитара. А, ну, нормально, отчего? Она, 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 нормально, нормально. Но так будет все-таки Коко? Коко Шанель, да. Новая песня, абсолютно нигде не засвеченная. Сегодня вот в эфире... Вересь. В эфире своего радио. Премьера. Что-то я волнуюсь. Я волнуюсь. Больше тебя, мне кажется, волнуюсь. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня дельфины. Поехали. Опять, не шутя, не любя. Я никому не скажу про тебя. Ругай, рыдай. Ты снова в моде, в беде. Ты там, как рыба, в воде. А пока в первый раз Губы твои выполняют мой спецзаказ. Пролетая по краю планеты, по следу кометы. Коко Шанель, не забудь шинель. Мы летим домой, хватит с нас войны. Пролетая по краю планеты, по следу кометы. Коко Шанель, не забудь шинель. Мы летим домой, хватит с нас войны. Опять новый день, новый бой, принимая рядом с тобой. Мы профи, мы начнем его с кофе. И пусть мой последний мираж, твой боевой макияж. Жги, малышка, иначе нам крышка. Пролетая по краю планеты, по следу кометы. Коко Шанель, не забудь шинель. Мы летим домой, хватит с нас войны. Пролетая по краю планеты, по следу кометы. Коко Шанель, не забудь шинель. Мы летим домой, хватит с нас войны. Коко Шанель, не забудь шинель. Пролетая по краю планеты, по следу кометы. Коко Шанель, не забудь шинель. Мы летим домой, хватит с нас войны. По краю планеты, по следу кометы. Коко Шанель. Коко Шанель, не забудь шинель. Все случилось, все удалось, все записано Спасибо, спасибо за премьеру Причем премьеру, ну, совершенную Еще песня нигде никогда не звучала И слушатели своего радио Первые слушатели этой песни В стране, да бог с ним, с микрофоном Ты говоришь, что все равно в тот Ну, потом Александр Масьенко пишет Аплодирую стоя, песня очень сложная Вот так вот ее с пылу, с жару, без косяков И сразу на чистую, это, конечно, очень круто Спасибо Это не мои слова, это так реагирует аудитория Вкуснятина, точно в эфир, проникновенно Артур отжигает, премьера песни однозначно удалась В эфир запиливаете, хитяра Шанель супер, даже супер Это все, народ пишет Нереально просто, ее обязательно нужно в эфир Ну и так далее Спасибо Как я могу после этого отказать аудитории В удовольствии слышать эту песню в премьерках Мы теперь ее хорошенечко обработаем То, что записали И поставим ее в премьеру Но только уже, может быть, через какое-то время Потому что ближайшие премьеры уже запилены, что называется Но ничего, все равно же альбом-то еще пока не готов До выхода альбома По-любому эта песня будет в премьерах И крутится в ротации Вдобавок к тем песням, которые уже есть Очень круто Спасибо Очень круто Слушай, вот здесь еще я тоже для себя подметил Сообщение, которое хочу тебе зачитать Я считаю это важным Опять же, важное сообщение Денис Т, так звезд человек Так его, такой ник у него Добрый вечер Первый раз услышал группу на вышеупомянутом Нашествии 2001 года Одну из трех тогда исполненных песен «Свинцовое одеяло» заслушал Дадыр Скажите, будет ли она сегодня исполнена? Привет вам из Торонто Ждем с концертов А с концертом удачи и творческих успехов По скриптам вы лучшие Не останавливайтесь, творите Большое спасибо Приятно И «Свинцовое одеяло» будет сегодня обязательно Ты посмотри Как же народ в Торонто чувствует Что будет сегодня в эфире Неожиданно Я, честно говоря, думал, ты скажешь Да нет, мы эту песню уже не играем Столько лет прошло Ну тогда Денису там в Торонто будет еще теплее От того, что ты прикроешь его этим свинцовым Я по географии тот еще троечник Ну в Торонто не сказать бы, что там слишком южные штаты На самом деле Но там, по-моему, должно быть еще не так, чтобы холодно Ну теплее, чем у нас в любом случае Да Хорошо Да Уж чем в Германии, это точно Хотя что-то называешь «у нас» я не очень понимаю У нас здесь Тут, у нас, в России Значит, это Анастасия Демидова пишет Извини, что перевел Живя в Германии Ощущение, что я никуда не уезжал Ну так, чтобы вот Я вам сейчас опишу ситуацию очень коротко И ты сам поймешь все Как обстоят дела Шестиэтажный дом Я живу в нем Мой подъезд Вот фамилии У меня из соседей только две немецкие семьи Остальные все русские У нас все соседи говорят на русском языке У нас во дворе один сплошной русский язык Это Россия с немецкими законами И все Я никогда У меня нет ощущения, что куда-то уехал Я вот серьезно У меня все соседи русские Русскоговорящие люди Или евреи Или русские немцы Или русские И все говорят на русском языке Прекрасно Наши дети говорят на русском языке Так что Делайте выводы Ну да Я тогда тебе в ответчику расскажу Коротко Историю моих поисков В свое время Родня по отцу Очень давно Очень давно Там 138 человек Рода отцовского Все уехали в Израиль В свое время Я с ним потерялся И как-то вот не было контактов и связей Вдруг я через кого-то из своих родственников Узнаю, что в городе Назарет Живет человек, которого я ищу Ну дядя Леня мой Дядя И дали мне телефон Ну сразу скажу, что телефон с ошибкой Цифра одна была неправильная Ну я-то не знал Я три дня бился Набирал номер Мне робот сообщил Нет такого номера Нет так Да что ж ты будешь делать Потом я догадался, что вероятно Где-то в номере ошибка Но где? И сказал Господи, помоги, чтобы это была последняя цифра Тогда хотя бы 10 звонков И я попаду Куда мне надо 0, 1, 2, 3, представляю Да Я сделал так Первый звонок О, прошел звонок Так вот Я дозвонился 8 раз Внимание Я даже не стал дальше до 10 Потому что я нашел 8 раз я дозвонился Все подряд 8 Ну да Последняя цифра 0 Звонок 1, 2, 3 1, 2, 2 8 раз я дозвонился 6 раз из этих 8 было следующее Алло Мне говорят, алло Я говорю, здравствуйте Мне говорят, здравствуйте Я говорю, я в Назарет звоню Да, это Назарет Я говорю, я в Израиле Да, это Израиль На чистом русском На чистейшем русском языке Так что Меня это давно уже И все не удивляет Вот у меня так же Не удивляет Вот что я хочу тебе Сказать У нас осталось Не так много времени И как минимум Две Песни Правильно? У нас три песни Или три Фух Я просто Ты говорил перед эфиром Что у тебя несколько меньше Чем надо Ты сказал, надо 12 Мы сделали 12 Какой ты молодец Тогда три Тогда надо петь Да Тогда надо успеть Их все сегодня И вот сейчас Я абсолютно правильно Беру в руки гитару Так Песня называется Клофелинщица А, именно поэтому Ты с гитарой Как всегда Живой звук В программе Живой Ну это чтобы руки Играли Пока мозг Тихонечко отдыхает Здесь сегодня Дельфины Поехали Ну и ну Я Не помню Вкуса Не помню Цвета Тела Твоего Ну и ну Я Хоронил солнце Глазами Град стрелял В него Ледяными Пулями Ну и ну Я Кладу Мозаику Из разбитых Тобой В моем Доме Окон Ну и ну Я Признался Быв В любви Но ты Все Это Запишешь На Диктофон Я Прошу Тебя Побудь Со мной Еще Минутку Я Напуган Не На Шутку Мои Мысли О тебе Были Не Пошлыми Я Был Готов Простить Твое Клофелиновое Прошлое Сердце Сердце Билось Нота В ноту Набирало Обороты Минутку Минутку Ушла Парадным Маршем Сердце Стало Фаршем Что Дальше Будет Кто Дальше Будет Как Дальше Будет Расстояние До Постели Ты Меряешь Глазами Я Режу Вены Словами А А ты Так Поешь Под Гитару Я так понимаю Да Вот это Принципиальная Позиция Пробовали Делать Аранжировку Ну Как всегда Через Через Не хочу Как-то Ну в общем Так На концерте Пели пару раз И привыкли Нет Ну она Надо сказать Звучит Полноценно Так или иначе Полноценно Как будто Полный звук Вообще Идея Сделать Аранжировку Была Но отказались Решили Что пусть Так в акустике И живет Мне любопытно Наблюдать за музыкантами Которые В то время Когда им не надо Играть Они так Глубокомысленно Рассуждая Поглядывают На тебя В твою сторону Помогая тебе Своим присутствием Вообще Клево Клево Я не знаю На самом деле Какие у вас планы После эфира Да Ладно Что завтра концерт Значит нужно Как-то отдохнуть Надо еще о концерте Давай напомним Расскажи пожалуйста Про концерт Рома Сам не можешь Хорошо Рома 12 сентября Клуб Бруклин 19.00 Группа Дельфины С большим Сетом Для своих фанатов Друзья Приходите Будет очень клево Уверен Но обо всех Остальных концертах Они пока что не говорят Они скрывают Эту информацию В любом случае Ну если так Посмотрите Вы у них В группе ВКонтакте Наверняка Будет информация Выложена Правильно Наверняка Поэтому послеживайте А уж для тех Кто не был в курсе Того что группа жива Ну потому что Какое-то время назад Достаточно давно Уже это было В моем понимании Группа Мертвые Дельфины Отошла Как бы Сошла со сцены Вернулась Группа Дельфины И слава богу Что это возвращение Произошло Это случилось Год Нет больше Года два Года два И мы подхватили вас Тогда уже Вы вот начали Да-да-да Начали это возвращение Свежачком Свежачком И нам было очень приятно Тогда и общаться Было хорошо и комфортно Но вопрос был в другом Я всегда Ратуюсь за то Чтобы классные люди Классные творцы Честно не только О музыкантах Не забрасывали свое дело Если у них есть силы Если есть желание Если есть здоровье Что называется Продолжать эту историю Я вот кстати сказать Про Торонто Сказал про штаты Нет В Канаде ведь не штаты Там провинции По-моему Это называется Торонто Не был к сожалению В тех краях Ни в Америке Ни в Канаде Я имел ввиду Что Торонто Находится все-таки На юге На юге Канады Условно говоря Север США И юг Канады Поэтому там На берегу Если я не ошибаюсь Побережье Поэтому там холодно В общем сейчас Пока еще быть не должно Как мне Кажется Ну так чтобы совсем Замерзать Но там провинции Там все-таки не штаты Да Действительно Так и есть Интересно Рома не будет Опять прикалываться Спрашивает Анна Кормишева Речь идет о концерте Ну так чтобы Все-таки Артур Допел до конца И ушел со сцены Счастливый А не ругая Картавого зрителя Который в зале Там орет что-то Я и в тот раз Не прикалывался Я был полностью серьезен Анна Полэктова написала Признался Признался Вот в эфире Молодец Наконец-то Ваши песни Меняют отношение к жизни Огромное спасибо за творчество Ждем вас Очень ждем Завтра на концерте Артур Вы же не остановитесь Дарить людям Так вы же не А у вас вопрос Звучит так сформулированно Странно Артур Вы же не остановитесь Дарить людям Своё творчество Ну давай так Не прекратите дарить людям Своё творчество Я очень постараюсь Потому что люди Мне тоже дарят Что-то от себя Любовь Доверие Верность Что очень странно Много лет ждут Терпят Очень терпеливый у нас слушатель И мы очень постараемся Правда Очень постараемся Не надо объяснять кому-то Что проблем же куча У всех у нас Мы очень постараемся Правда Песни есть Их много Хочется их записать Они же как дети Хочется чтобы Одеть их красиво Не отправишь же ребёнка В порванных колготках На улицу Хочется одеть его хорошо Записать хорошо Поэтому мы постараемся Очень Хорошо что ты так Относишься Это очень здорово Я в самом начале сказал Что в общем ты человек Который сам себя потом Изъест Если не сделает Хорошо А ты сейчас это подтверждаешь Не лишний раз СМС читаю Артур красавчик Спасибо тебе за премьеру От Екатеринбурга Екатеринбург Давно у вас не были Ничего так география Приедем Приедем с радостью Я вот Роме Постоянно говорю Рома Не забудь Екатеринбург У нас там Много слушателей Надо съездить туда Аня Воробьева пишет Говорят 21 градус с плюсом В Торонто Ох как хорошо Поехали Вот к парню там Косте Надо Съездим там Рыбку половим там Надо А давай так Мне думается тебе Любопытно было Какова география сегодня Уже тут упомянуты были Давай Я попрошу Мы не будем это взащитывать И потом сам Прочитаешь переписки Не переписки В смысле в обсуждении Под анонсом Ребятки Как будет звучать Следующая песня Напишите пожалуйста Из какого города Вы слушаете эфир Ну Торонто мы уже помним Да Екатеринбург Мы уже помним Массу городов Можно уже Из Смоленска Вот вопрос задавали Да Опять же Давайте пишите Кемерово Пошли писать Питер Кемерово Пермь Круто И так далее А вы тогда поете пока что Какая будет песня Мертвый город Как всегда А Одеяло ты припёж Конечно До свидания Все в концепции Так чтобы укрыться Я понял Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Дельфины Поехали Если что-то случится Значит будем молиться Город Накрыло Одеялом Из холодной Тучи И его не стало Если что-то случится Значит будем молиться Значит будем молиться Будем-будем молиться Мы Дети из ада Нам сон-то не надо Слезами напьёмся Смеёмся Нас Трогать не надо И к вам как награда Наш смех Донесётся из ада Пепел 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 Память о пожарах Высохшие слёзы Молодых и старых Люди Чучела из глины Облик свой теряя Изгнан из рая Если что-то случится Значит будем молиться Будем-будем молиться Мы Дети из ада Нам сон-то не надо Слезами напьёмся Смеёмся Нас Трогать не надо И к вам как награда Наш смех Донесётся из ада Сейчас, Артур, тебе должно стать больно Наконец-то Микрофон возьми Я не буду говорить кто Написал Но просто Не суть важна Человек написал О, это песня моей юности Да Понимаешь, что происходит в этой жизни Мы так быстро Как ты сказал Второй комплекс Я получил сегодня Во время эфира Я тогда пятый уже Мы так быстро Взрослеем Но не замечаем этого Потому что всё равно Души остаются молодыми А кто-то Когда Ну сколько 20 лет в группе На секундочку На секундочку Человеку возможно было Ну не знаю Лет 17-18 Вот та самая юность Сейчас вручайку Плюс 20 48 Да ладно 38 Под 40 Конечно, это песня юности Народ написал Не комплексуй Это нормально Я понимаю Ты когда встаёшь У тебя песочек Пока на стульчике не остаётся Ну вот Значит всё хорошо Нет Скоро начнётся Будут походить красивые девушки И просить автограф Для своих родителей Да Я такое в фильмах видел Представляешь? Представляешь? А это круто, кстати Кратко Это же крутяк Это же кайф Это уже Получается как 2-3 поколения Это здорово От дельфинили уже 2-3 поколения Давай так Я быстренько прочитаю Города Мне кажется Это будет правда любопытно Вот И реакцию твою посмотреть Хотелось бы Географию сегодняшнего эфира Ну понятно Москва, Пермь Москва, Питер Это естественно Дальше вот Пермь Кемерово Тюмень Минск Иваново Шадринск Смоленск Нижний Новгород Курганская область Город Щучи Ульяновск Химки Это далеко Воронеж Астрахань Вологда Житомир Украина Саратов Тобольск Нижняя Тура Свердловская область Владивосток На секундочку Время-то какое сейчас у них Ижевск Дзержинск Смоленск Янау Это Ямало-Ненинский Автономный округ Липецк Богородск Архангель Тверь Мертвый город Отлично Люблю очень песню Это как-то так Не город Это в смысле Не название Это отклик Псков Чайковский Это Пермский край Кисловодск Ставрополь Скупин Рязанской области Калуга Долгождан Янау Опять Смотри как В Ямало-Ненинском Того округе Народу много слов Лондон Это правда Лондон Реально Орел Волжский Нью-Йорк Опять Волжский Зачем дублировать Я его прочитал Кто-то еще Тут был интересный Белев Волгоград Макеевка Опять же Украина Опять Волгоград Харьков Ну что Харьков Украина Я думаю все помнят Естественно И так далее Можно было еще читать Потому что тут много еще Симферополь Севастополь Енаки В Донецкой области Нижний Новый Ну и так далее География серьезная Городка мы уже упоминали Это очень лестно Это очень круто Что сейчас люди понимают Для себя возможно Что дельфины живы Дельфины растут Дельфины творят Дельфины делают Потрясающе Замечательную Во всех смыслах И отношениях музыку Люди понимают Что Артур остался Несмотря на годы Прожитые Таким же открытым Добрым Искренним Честным И творческим человеком Люди понимают Что музыканты у него Классные Реально С образованием Круты Все блин В отличии от него С образованием И Все это Как мне кажется Складывается В одну общую Красивую картинку Сегодня случилось то Что я всегда называю Взрывом Взрывом эмоций Взрывом Любви Взрывом Чувственности Потому как Наверняка Эти песни Вот как было написано Уже Меняют отношение К жизни У многих людей И кажется мне Что Твой новый альбом Исходя из той песни Которая будет В премьерах Кока Шанель Да Исходя из этой песни Он должен получиться Совершенно Зубодробительным Очень надеюсь Мы постараемся И мы будем ждать Этого альбома С нетерпением И я думаю Что Юля со мной согласится Презентацию этого альбома Было бы хорошо провести В студии Я не знаю Как просто ее планов Она планирует Задолго Гостей В программу Живые Могу сказать Что на следующей неделе Мы тоже вас удивим Обращаясь к аудитории Тоже удивим Кои-какими коллективами И будет очень интересная Музыкальная Живая Я имею в виду Неделя Поэтому Как только будет альбом готов Сразу давайте нам знать Да Будем вас вставить в планы Так чтобы презентацию Провести здесь И чтобы Те кто хотел бы Услышать эти песни Первыми Они услышали бы их Именно здесь Договорились Ой Как Стоешь из-за стола Еще так много вкусного Так не хочется Отваливаться А в общем-то Время-то поджимает Я не помню По времени По хрометажу Сколько Песня Да Четыре Минута три Даже три Поэтому еще Ну точно не скажу Ну не пять Нет не пять Правильно Поэтому очень хотелось бы Закончить песни Посему надо еще Какое-то время Народ Смайлик плачущий Кидает Потому что Не хотят расставаться Да Ну зачем ты сейчас написал Зачем людей расстраиваешь Могла бы и не говорить Об этом У нас просто должен был Архиповский Быть на следующей неделе Шикарный А ты живешь в Германии Шикарный российский Русский балалайшник Один из лучших в мире Он творит невероятные вещи Ну вот Оказалось что ему Придется лететь в Китай Поэтому Архиповского К сожалению мы отменили Но это один из элементов О которым я говорил Что в следующей неделе Грозится быть очень Очень Интересной Хочу еще раз пожелать Не просто успеха А Твердого такого Крепкого успеха Так чтобы сейчас Пригодился бы Так чтобы сейчас Дельфины Действительно Зазвучали в полный голос Спасибо Вся страна сказала Ну е-мое Как же так А где же я был Когда эта группа А они же вот они Они же рядом Они же крутые Спасибо Ребят Мы вас любим Правда Возвращайте к нам Периодически С новым материалом И я надеюсь Мы порадуем свою аудиторию Вместе с вами Окей Да На сегодня все До следующей недели Прощаемся Дельфины заканчивают Свою музыкальную программу Накрывая нас Свинцовым одеялом Всем пока Будьте здоровы Поехали Кто-то строит пирамиды Из сердец погибших насекомых Я же это вижу Через фокус Перебитых стекол А еще ночами Силуэты звезд Мне незнакомых Разрываю взглядом Так же Как свою добычу сокол До свидания Здесь порпа на начало Свинцовым одеялом До свидания Устали мои плечи Губая и битерчи Надень доспехи Из расплавленных кусков Железа Надень, чтобы они не видели Твоих больших ожогов Надрежь себя Что полилось Из твоего надреза И гордо умирай Зная, что тут таких Как ты немного До свидания Здесь порпа на начало Свинцовым одеялом До свидания Устали мои плечи Губая и битерчи Губая и битерчи Одним ударом Раздроби Песок стальные стены И мертвым взглядом Утоли Большой грозы Желания Читая на камнях О том, что смерть Не берет с собою Пленных И прежде чем Ты с ней уйдешь Скажи нам на прощанье До свидания Здесь порпа на начало Свинцовым одеялом До свидания Устали мои плечи Губая и битерчи До свидания Здесь порпа на начало Свинцовым одеялом До свидания Устали мои плечи Губая и битерчи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин